Этому футбольному турниру уже более двух десятков лет. Столько, сколько нет в живых Владимира Клюева. В 96-м заместитель начальника отдела налоговой полиции погиб от рук наемного убийцы, не дойдя до рабочего места 300 метров. Перед началом спортивного состязания участники возложили цветы к мемориальной доске, установленной на стене дома, расположенного рядом с местом гибели Владимира Клюева, и почтили его память минутой молчания. Он был очень активным человеком по жизни, очень любил футбол, и в его память мы этот турнир проводим уже 22-й раз. Мы стараемся эту традицию ежегодно поддерживать, не забывать, и в память об этом человеке, замечательном офицере, и, соответственно, чтобы молодые сотрудники, кто даже не работал с ним, понимали, что о таком замечательном человеке не стоит забывать и следовать тем принципам, которыми он руководствовал своей работе и жизнью. В качестве почетных зрителей на турнире всегда присутствует семья Владимира Клюева. Я хочу от всей нашей семьи поблагодарить вас, участников, организаторов этого турнира, чтобы его можно помнить. Это очень хорошо. Мы его будем всегда помнить, и люди его помнят. Поэтому я вам пожелаю хорошей игры, и пусть победители. Игроки разделились на четыре команды. И борьба за переходящий кубок на поле развернулась серьезно. В каждой встрече команды сыграли по два тайма, по 20 минут каждый. Так отмечают сами спортсмены. Эти соревнования помогают полицейским сплотиться не только на футбольном поле, но и в борьбе с преступностью. Сплачивает как бы и подразделения, которые были объединены в свое время, и поколения, ветеранов, новых сотрудников, которые приходят в главное управление, территорию. Ну, как видите. Разбились мы здесь на четыре команды для того, чтобы этот турнир провести. Но по большому счету все чувствуем себя одной большой единой командой управления экономической безопасности. Сотрудник, погибший при исполнении обязанностей своих, оставшийся верным долгу, конечно, он является примером для тех, кто служит сейчас. И когда встречаются ветераны, которые служили с погибшим Клюевым Владимиром, те, которые продолжают еще работать, ну, конечно, это сплачивает между собой и тех, кто сейчас работает, и коллектив становится более целостным. Впервые в этом турнире под номером пять на поле вышел внук Владимира Клюева, Евгений, который занимается футболом профессионально. Он сыграл за команду ветеранов. Приятно всегда, что коллеги до сих пор помнят, не забывают его. Обычно в футболе я играю с пацанами, которые 14-13 лет, а тут уже мужчины такие взрослые. Лидеры турнира сборная города Кемерово увезла с собой переходящий кубок памяти Владимира Клюева и будет хранить его до следующих состязаний, которые пройдут в 2020 году.